Стрельцы, доброго вам времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Лева Левцер. В данном видео хочу предложить Тараскоп на ноябрь 2018 года. Работать я буду сегодня с колодой Стимпанк Таро. Работаю я, как вы знаете, как на прямых, так и на перевернутых арканах. В среднем в колоде соотношение как 50 на 50. Карты так ложатся сами собой в момент выкладки колоды, это словки карт. Поэтому если у вас в Тараскопе выпадают только перевернутые арканы, то это говорит о том, что вы сами себе создаете какие-то ненужные барьеры, и вам необходимо будет их преодолевать. Напоминаю, что Расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может однозначно проиграться для всех и для каждого, потому что знак Зодиака у вас один, а Сиденты абсолютно разные. Поэтому учитывайте, пожалуйста, этот момент. Тараскоп вам покажет общую тенденцию месяца, события, которые наиболее вероятно отыграть в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни, а также карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам данный месяц. Итак, поехали. Общие тенденции месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Туз Жезлов. Ну что? Называется со страстью, с таким вот энтузиазмом браться за новые дела. Карта энергии, карта страсти, карта зарождения чего-либо нового. Для кого-то это будет рождение нового проекта, для кого-то ситуация зачатия, либо деторождение. То есть, либо в целом те начинания, которые несут вам продуктивные и благоприятные перемены. То есть, вот энергия бьет ключом. Вот то, чего вы долго ждали, к чему вы стремились. Вот, наконец, оно получается, дает свои плоды. Поэтому ноябрь для вас, вы знаете, ну, действительно позитивный месяц. Тем более, у многих из вас в конце ноября тоже период дней рождений. Вот вообще как раз тезя. Поэтому самое время позаботиться о себе, либо о себе любимом. В плане работы. Перевернутая четверка мечей. Замечательная карта. Карта активных действий, карта роста. Если вы на текущий момент безработный, то есть ситуация трудоустройства, возможность таковая. Если вы наемный работник, либо у вас свой бизнес, то просто активные действия. В плане продвижения по карьерной лестнице, по службе. В плане продвижения своего бизнеса, новых наработок. А также, ну, это все делается с перспективой заработка. В плане финансов. У вас здесь падает карта правосудия. Это, знаете, как соотношение, ну, скажем так, либо соответствие тех доходов, которые вы получаете, вашим навыкам и знаниям. Здесь однозначно у вас будет стабильное финансовое положение. Если у некоторых здесь будут какие-то спорные моменты через суды, суды вы однозначно выиграете. И само по себе правосудие очень часто указывает на какие-то нотариальные, ну, это я могу сказать, и сдержки, оформление чего-либо. Получение наследства, вопросы купли-продажи, либо, в принципе, получение денег, которые вы будете подтверждать юридически. То есть финансово месяц стабилен для вас и продуктивен. В плане здоровья у вас падает здесь перевернутая двойка жезлов. Это указание на ситуацию, не могу сказать, что стагнации, а в целом, ну, вот такой момент, когда вы не будете знать, что вас тревожит. Что-то болит, но вы не понимаете, что конкретно. То чаще всего, вот эта вот перевернутая двойка жезлов, она указывает на разбалансировку организма. То есть переменчивое состояние. То когда, вы знаете, может быть, особенно это связано с ОРВИ, когда вы не понимаете, приболели вы, не приболели. Здесь тут перепады настроения и лечение с переменным успехом. Ну, согласно времени года это свойственно. Поэтому не воспринимайте данную ситуацию критично, просто постарайтесь поберечь свое здоровье, да, и привести какие-то профилактические меры. В плане личной жизни у вас падает перевернутая королева Пентакли, но особенно это будет свойственно женщинам, потому что здесь идет указание на то, что вы не удовлетворены своей личной жизнью, то, что в ней происходит на текущий момент. Зачастую здесь для многих проиграется по ряду финансовых проблем. Если же здесь смотрит мужчина, то перевернутая королева Пентакли указывает на какие-то, вот саму по себе ситуацию, таких вот, знаете, ну это не скандал, а просто неприятные взаимоотношения с супругой, либо вашей партнершей. Если на текущий момент вы одиноки, то это просто, знаете, как злость на саму, либо на самого себя, с позиции того, что нет в личной жизни никаких перемен. Сейчас даже дотяну. Вот перевернутая восьмерка кубков. Здесь еще, знаете, как для тех, кто в паре, могут быть какие-то мысли, рубануть с плеча, броситься нафиг и уйти, потому что, ну якобы, вы не видите, чтобы партнер менялся. Или же у вас это, видите, вот ну как, пустить ситуацию на самотек. Вы понимаете, что здесь уже изменить ничего нельзя, вот эти ваши эмоции, они вас захлестывают, и, знаете, как махнуть на все рукой. Но в плане совета, о чем вам говорят карты, туз мечей. По тузу мечей вы всегда должны мыслить рационально. То есть взвешивайте все за и против. И, возможно, очищающий конфликт здесь будет лучше, чем замалчивание каких-то проблем. То есть не нужно это делать на эмоциях, не нужно там, грубо говоря, кричать друг на друга, выплескивать негатив. Здесь нужно просто сесть спокойно, конструктивно все проговорить, расставить все точки над и, обсудить все за и против. Потому что, ну тузу мечей, это, как правило, карта разговора неприятного, но тем не менее, как я говорю, очищающего. Когда вы понимаете, что вы были неправы, то вы должны только не только уметь слушать, но и слышать, не видеть только свою правоту в происходящей ситуации. Ну и в целом данный аркан, он говорит о том, что не сражайтесь за то, во что вы до конца не верите. То есть направьте свои усилия на проникновение в суть проблемы. Не теряйте при этом из виду общей картины. Но самое главное, не топите проблему в спорах и не отмахивайтесь от проблем за ее незначительностью. Но у вас это в большей степени проиграется в личной жизни. В остальном, в целом же, у вас месяц продуктивный, благоприятный. Единственное, скажу, не несет кардинальных перемен, потому что у вас всего лишь один старший аркан, месяц больше проходящий. Но тем не менее, если вы обойдете вот эти вот подводные камни и углы, все у вас ложится замечательно. Искренне от души желаю, чтобы у вас проигрались только положительные аспекты. Ну а для тех, кого интересуют мои индивидуальные консультации, либо обучение, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.